Всем привет! И сегодня у нас на обзоре главный приз осенне-зимнего Бэтл Пасса, советский легкий танк ПТ-7657. Итак, что мы имеем? Имеем мы базу от обычной ПТшки, то есть по бронированию в принципе говорить ничего не буду. Всем ясно, что нас пробивает любой крупнокалибренный пулемет, начиная с калибра 12 мм, всякие браунинги, не говоря там уже о 20-мм визелях и мардерах. Вот, в любую проекцию, в лобовую, в кормовую, в бортовую, абсолютно в любую проекцию, все кто угодно нас пробивают. Ну вот, в первую очередь, что отличает этот танк от обычной ПТшки, так это то, что на нее поставили корабельную, одноорудийную, автоматизированную установку под индексом АУ-220, калибром 57 мм, с общим количеством боезапаса в 100 снарядов и с боеукладкой первой очереди в 20 снарядов. Скорострельность у пушки АУ-220 составляет 120 выстрелов в минуту, что означает, что перезарядка у нас всего лишь в полсекунды. Из боеприпасов у нас доступны фугасы ОР-281, которые мы использовать не будем, они пробивают всего лишь 5 мм брони. Ну и, конечно, БР-281, уже хорошо нам знакомый, пробивающий 151 мм. Танк оснащен двухплоскостным стабилизатором, имеются 81 мм дымовые гранаты, что очень важно, имеется лазерный дальномер и даже ПНВ, и все это всего лишь на боевом рейтинге 7.0. Но, по-моему, тут в скором времени что-то, да, улитки поменяют. И вот еще в начале Бэтл Пасса я на своих стримах неоднократно говорил, что у Советов в скором времени появится имбовая машина. В первую очередь, конечно, имея в виду его огневую мощь, то есть уже на 7.0 имея стабилизатор, имея лазерный дальномер, неплохие пробивные каморные снаряды. Ну, у этого танка, конечно, сразу уже, даже на бумаге, были все задатки стать будущей имбой. Но вот мне апеллировали, конечно, ребята апеллировали тем, что вот у него масса танка 15 тонн, мощность двигателя всего 300 лошадок, и получается, что удельная мощность у нас 20 лошадок на тонну, что, конечно, не самый хороший показатель. И что у нас получается на деле? А на деле у нас получается, что вчера на вечернем стриме заходит один из моих подписчиков, а точнее Мишико, и очень удивляется, что я, будучи стримером, еще не имею данную технику. А он уже вот открыл, по-моему, вчера он открыл, да. У него есть, а вот стримера нету, что вообще не камильфо. Ну, типа я стример, я обзорчик, вот, походу, у всех уже появляются ПТ, а я что-то сижу и себе вот тихо, мирно выполняю ежедневные задания. У меня всего лишь, по-моему, было уровень Battle Pass 25-й, а ПТ-шка на 75-м уровне, как знаете, выдается. В общем, решил я задонатить и вот быстренько-быстренько открыть вот этот вот танчик. Ну, просто у меня, как у рабочего человека, время на игру очень мало остается, и вот игровым путем я вряд ли добился бы 75-го уровня, но сейчас не об этом. Поиграл я там пару-тройку каток. Машина, если честно, сильно не удивила меня, я что-то ожидал от нее больше, но потом понял, что я неправильно играю на этой машине. Именно я неправильно играю. Ладно, решил я, давай будем ориентироваться на ее плюсы и на ее минусы. И вот с утра сегодня захожу на карту Синай. И посмотрите, какой у нас с вами сейчас бой получается. Вот уже 7 фрагов наколотил. Видели, как всякие ЛТшки просто отлетают на ура. Убил даже Центуриона Авра. Очередная цель. Восьмой фраг. Да, вот, ориентируясь на плюсы и минусы, я тут, конечно, вот не понял, как я не сдох, потому что с Браунинга все же он должен был меня забрать. Пытался отчаянно выбить ему либо казенку, либо пушку. Ничего не получилось. И откровенно, просто, просто сейчас сильно повезло мне, что он меня не забрал. Я что-то заигрался. И вот, повторюсь, 9 фраг, по-моему. Еще один Центурион Авра. Играя от плюсов и минусов, от позиции плюсов и минусов данного танка, решил я на этой карте просто попытаться удержать одну единственную позицию. Но тут уже все, кому не лень, с авиацией, с наземной техники просто пытаются прессовать меня. Все уже давно поняли, где я нахожусь. С Респа прям выходит на меня. Авиация почти постоянно работает на меня, что мне очень, что мне очень нервирует. Тут двоих заметил. Еще авиация просто сдури решил, решил попытаться его сбить и сбил. И еще один самолет. И меня вот наконец-то убивают. И только в этот момент я увидел, что я нафармил на ядерку. В принципе, такой цели у меня и не было, конечно. Была одна цель, играть хорошо, набить как можно больше фрагов, собрать материал на обзор. Как и в истории с Т-80БВМ. Надеюсь, вы этот обзор и тот бой тоже на ядерку видели. Ну а в итоге получилось то, что получилось. В пылу боя я вообще не следил, скажем так, за количеством фрагов или сколько я там очков набил. Очень динамичная машина оказалась. Особенно радует, конечно, полсекунды перезарядки. И наличие двухплоскостного стабилизатора, что очень облегчает нашу жизнь на этом Бэре. Ну и, конечно, как предполагалось, мы получили имбу, настоящую имбу для этого боевого рейтинга. И не только для этого боевого рейтинга, потому что я ставил эту машину и на 8.0, и на 8.7. И, по-моему, чем дальше, тем ее жизнь не только не ухудшается, но, скорее всего, даже ей от этого все легче и легче. Потому что чем дальше, тем больше картонных, так скажем, танков ПТ-шка видит перед собой. Не знаю, как вам, но лично мне предпочтительнее видеть в свой прицел всяких там Бегляйт Панзеров или Леопардов А1А1, чем Тигров Вторых и Фердинантов. Так что вот уже идут, конечно, разговоры про то, что его, скорее всего, нерфанут, но вряд ли нерфанут в плане повышения боевого рейтинга. Потому что, ну реально, ПТ-шка там себя чувствует более комфортно, чем на 7.0. Наверное, хуже всего она будет чувствовать себя на 6.7 или 6.3. Ну а пока ее не нерфанули, то быстро открываем, играем, наслаждаемся геймплеем на новой ПТ-шке. А я с вами прощаюсь. Увидимся на моих стримах. Жду ваших комментариев под видео, как вам данная техника, данный обзор. И если он вам понравился, то, конечно, жду ваших лайков. Ну и наслаждайтесь моментом. Пока-пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok